Горы, море, деревенские дома и маленькие церквушки. Свои работы Александр Шаховцов называет кусочками прожитой жизни. На картинах виды Украины, России, Турции, Израиля, Сирии, Польши. Это места и люди, с которыми связана моя жизнь. И вот сейчас, глядя на каждую из работ, я вспоминаю это место. Я слышу шум ветвей, я помню лисы, с которыми здесь встречался. Художник успел запечатлеть места, которых больше нет. Это Дамаск, по улицам которого автор бродил несколько лет назад. Сейчас этот город разрушен. Был мирным, мне выносили кофе, вставили стул, дети любили меня. Взрослые женщины, которые мусульманки, улыбались мне. Сегодня это 150 тысяч погибших людей. Неяркие тона и размытые формы. Особенность пейзажей Шаховцова. Организаторы выставки говорят, эти картины способен по-настоящему оценить только подготовленный зритель. Такие детали. Сверкание купола. Или, допустим, лепесток. Он хоть и не выписывает эти лепесточки деревьев, но видно. Видно, как он передает эту природу. Его трепетное отношение к окружающему нас миру. Это в огромном контрасте к тому, что происходит на сегодняшний день в Украине. Делать, чтобы в такое напроженное время, когда мы теперь проживаем, немножко уйти от этого, что нас беспокоит. Выставка Александра Шаховцова совпала с его юбилеем. За 75 лет художник написал десятки картин. Но лучше, уверен, еще впереди. Пейзажную лирику кисти Шаховцова харьковчане смогут посмотреть до 20 мая в Доме ученых. Мария Жикова, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».